Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Сегодняшний обзор начну с дальнейшего нагнетания паники вокруг событий у границ Украины. Белый дом, ссылаясь на разведданные, сообщил, что Россия не отводит войска от границ с Украиной, как ранее это сообщалось. Более того, есть информация об увеличении военного контингента. Массовые информационные атаки, в том числе с указанием конкретных дат нападения, повышают уровень стресса среди инвесторов. Как следствие, мы наблюдаем достаточно сильную волну миграции капитала. Если в двух словах, то основной поток направлен в сторону более безопасных активов. Обратите внимание на активы-убежища, это государственные облигации США и золота. Доходность первых снижается, тем самым указывая на явное увеличение спроса. В то время как цена на золото достигла сильного технического, и в то же время психологического уровня сопротивления 1900 долларов. Всего за два дня золото подорожало более чем на 50 долларов, а за две недели более чем на 110 долларов. Снижение доходности гособлигаций США и устойчивый рост цен на золото сопровождается умеренными распродажами более рисковых активов. Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в красной зоне. Причины две – заявление Белого дома об увеличении риска военного конфликта, и очередные комментарии представителей Федрезерва о необходимости повышать ключевую процентную ставку. Примечательно, что Биткоин отреагировал снижением на все эти события. Он демонстрирует самую сильную динамику снижения среди топ-9 монет по капитализации. Все это указывает на то, что Биткоин больше не выполняет функцию защитного актива. Вероятнее всего, это также связано с риском повышения ключевой процентной ставки Федрезервом и общим уменьшением ликвидности большинством центральных банков мира. Напомню, что сворачивание стимулирующих программ уменьшает количество условно-бесплатных денег, которые ранее перенаправлялись, в том числе, на рынок криптовалют. В завершении поговорим о рынке нефти. Общий хаос и паника на рынках, которые еще в стадии формирования, сдерживают нефтяные котировки от дальнейшего роста. Важно учитывать, что более мощный обвал фондовых индексов приведет к существенному замедлению деловой активности. В этом случае реальный спрос на нефть будет уменьшаться, тем самым оказывая дополнительное давление на нефтяные котировки. Возврат котировок нефти WTI под уровень поддержки 88,70 может спровоцировать более мощную волну снижения. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.